Бывший президент США Дональд Трамп 22 августа обратился через адвокатов в федеральный суд. В его иске содержится требование временно запретить ФБР рассматривать материалы, изъятые две недели назад из резиденции Трампа во Флориде, пока не будет назначен специальный уполномоченный, независимый юрист, следящий за судопроизводством. Судебное ходатайство Трампа также требует, чтобы Министерство юстиции США предоставило ему более подробный протокол об изъятом имуществе. Там же указано требование, чтобы следствие вернуло любые предметы, не подпадающие под действие ордера, выданного на обыск. Нельзя позволить политике влиять на отправление правосудия. Правоохранительные органы – это щит, который защищает американцев. Их нельзя использовать в качестве оружия в политических целях. Параллельно федеральный судья Брюс Рейнхард, подписавший ордер на обыск Виллы Трампа Мара Лаго, решает, следует ли ему потребовать от Министерства юстиции опубликовать отредактированную копию показаний свидетелей, где изложены основания для обыска. Министерство юстиции решительно выступило против этого. По мнению его руководства, такая публикация может повлиять на показания свидетелей и нарушить ход расследования. Судья Рейнхард согласился с опасениями Минюста, но сказал, что хочет изучить, существует ли альтернатива засекречиванию всего документа. Тем временем в соцсетях на судью Рейнхарта, посещающего местную синагогу, обрушился шквал антисемитских нападок и обвинений в предвзятости по отношению к Трампу. Даже флоридский сенатор-республиканец Марко Рубио назвал Рейнхарта финансовым донором Обамы. Правда, издание «Политико» установило, что в разное время судья посылал деньги президентским кандидатам от обеих партий. Во время обыска в Маралагу 8 августа агенты ФБР изъяли 11 коробок секретных документов. Некоторые имели гриф «совершенно секретно», то есть речь идет о самой конфиденциальной информации, ознакомиться с которой имеет право только строго ограниченный круг государственных лиц. Я думаю, если бы это был кто угодно, кроме Трампа, против него уже было бы заведено уголовное дело, и на основании результатов этого обыска большое жюри присяжных собралось бы уже сегодня. Единственное соображение, удерживающее их от этого, как я считаю, это тот факт, что речь идет о Дональде Трампе, и то, что он бывший президент. И если он будет арестован, это приведет в ярость значительную часть населения страны и Конгресса. Теперь, до полудня четверга, 25 августа, Министерство юстиции должно предоставить суде Рейнхарту отредактированную копию протокола о ходе расследования, которую он потенциально может сделать достоянием гласности.